В итоге никто не открыл, никто не подписал. Открывали и сказали, что отказывается подписывать. Вот так выглядят суровые будни Татьяны Бешапошниковой. Инвалид обошла всех соседей. Получить разрешение на установку пандуса ей так и не удалось. Против женщины ополчились все соседи. Мы против. Узкий проход для ступенек остался. И это как раз сразу на входе на первом этаже. С сумками не пройти. Зимой лед образуется. Многие падали. Я в январе тут упала и ногу выпихнула. 40-летняя Татьяна Бешапошникова – колясочница. Выйти из дома без пандуса женщина не может. В прошлом году Татьяна на свое инвалидное пособие сделала в подъезде бетонный пандус. Сердобольные соседи сначала к этому отнеслись без энтузиазма. А потом и вовсе сломали строение. На свою пенсию на сумму 18 тысяч я построила пандус. Начали жаловаться соседи, что плохо проходить, мало места. И она, когда меня дома не было, я в гости ушла, на улице гуляла. Она его сломала. Женщина обратилась в районный Акимат с просьбой посодействовать в социальной реабилитации, то есть установить пандус. Чиновники, в свою очередь, не сильно забивая голову, отписали бумагу в общество инвалидов. Мы не правительственная организация, не коммерческая организация. Своих средств мы не имеем. То есть мы доход ни с чего не извлекаем. Поэтому мы не можем установить за счет своих средств или закупить этот пандус. Заместитель главы города Бахадыр Нарымбетов объяснил просто. В бюджете статьи на установку пандусов и швейлеров нет. Государство ни при чем. И дал устный совет. Можно согласовать с жителями этого подъезда и решить эту задачу за счет средств частных предпринимателей. Это все исходит из того, что они только думают о себе. Чтобы им только было хорошо. Больше никому. Теперь Татьяне предстоит пройти через казахстанский суд. Женщина намерена добиться установки пандуса. Закон о социальной защите инвалидов в Казахстане не работает. Но работать должен, говорит инвалид первой группы. Правда, как там все будет на практике, никто пока сказать не может. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова